МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регулярки мини-футбольного чемпионата Беларуси. Восьмерка участников плей-офф определилась уже давно. Открытым остается вопрос о составе четвертьфинальных пар. 27-й тур, состоявшийся на минувших выходных, ситуацию не прояснил. В зоне плей-офф-2 представители нашего региона, Гомельские, ВРЗ и БЧМ, вагоностроители в 27-м туре уступили лидеру чемпионата Мопиду 5-3. После первого тайма гомельчане выигрывали 2-0, однако не смогли удержать победный счет. Примечательно, что один из забитых мячей записал на свой счет галкипер ВРЗ Юрий Дегтяренко. БЧ дома принимал Могилевский Форте. Могилевчане никаких турнирных целей перед собой уже не ставят. Зона плей-офф недосягаемости, но потому они могут позволить себе играть в свое удовольствие. У железнодорожников все наоборот. Стоит цель занять пятое место, а для этого необходимо брать очки в каждом из оставшихся матчей. С первых минут Форте отдал инициативу в руки БЧ, однако это солирование в первом тайме не то, чтобы пользы не понесло, а даже наоборот. Две ошибки хозяев в центре поля и на перерыв гости уходят, ведя в счете 2-0. Отличились Мирошник и Задорожный. Мы сегодня сыграли более закрытый футбол. Я думаю, у нас получилось. Реализовали свои контратаки. То есть, наконец-то, слава богу, прорвало у нас. Это не голевая серия. Наконец-то забили. На старте второй половины железнодорожники устроили настоящий штурм ворот соперника. Однако могилевчане были внимательны на своей половине. К тому же надежен был голкипер Вячеслав Негатин, не раз подчищавший о грехе своих партнеров в защите. К тому же футболистам БЧ патологически не везло с реализацией. Мяч после их ударов даже, казалось бы, в стопроцентных моментах летел куда угодно, но только не в сетку ворот. Главком БЧ в этой ситуации пеняет не на фортуну, а на человеческий фактор. На неделе неплохо все выглядели. Нельзя сказать, что вроде как-то готовились мы неправильно. Но есть какой-то надлом в плане в том, что попадаем раз, два, три первые в створ, потом то ли апатия, то ли неверие в то, что можем попасть. Ну и немножко, конечно, есть отдельные претензии к некоторым игрокам по самоотдаче, по уровню мастерства. Это однозначно, потому что, ну, удача-удача, но должен быть этот класс футболиста, уровень какой-то, ниже которого он не должен отпускаться. С середины второго тайма тренерский штаб железнодорожников начал выпускать гонялу. Однако численное преимущество и позиционные атаки были на руку сопернику, который дважды поразил пустые ворота хозяев. Задорожный и Мирошник оформили по дублю в этом матче. Была у форта возможность еще увеличить счет, однако Владимир Стремилов сумел отбить 10-метровый удар, назначенный в ворота железнодорожников за перебор фолов. Ложку меда в бочку дегтя БЧ на последней минуте добавил Никита Андреевский, забив гол престижа. 1-4. Долго сожалеть о поражении у БЧ времени нет, впереди плей-офф, а вот над ошибками поработать стоит. В 27-м туре потерпели поражение Гранит и Борисов 900, так что расстановка сил в четверке, борющейся за места с пятого по восьмой, не изменилась. Выяснение отношений команды оставили на последние три тура. В оставшихся матчах регулярки ВРЗ сыграет со столицей Динамо БНТУ и Гранитом. У БЧ в соперниках охрана Динамо, УВД Динамо и Дорожник. В первой четверке также ничего не изменилось. Лидеры синхронно выиграли. И тут борьба впереди. В подвале турнирной таблицы также интересно. Там идет борьба за право остаться в элите. Если с последней строкой почти все ясно, ее, скорее всего, займет ЦКК, то обладатель второй путевки в турнир рангом ниже пока не определился. Претендент от 3 Неман, Динамо БНТУ и агрокомбинат Южный. Женский гонбольный чемпионат страны в самом разгаре. На втором этапе график весьма напряженный. Команды проводят по две игры в неделю. В минувшую среду Гомель в Минске уступил БНТУ «Белаз». Также на выезде в субботу была обыграна городничанка. 6 апреля Гомель игрой против Бобруйской Березины начнет домашнюю серию матчей. 9 апреля у гомельчанок будет возможность взять реванш за поражение от БНТУ. Столичные гонболистки приедут в город над Сожем. В мужском чемпионате пока пауза. В календаре Гомеля ближайший матч запланирован только на 16 апреля. Правда, соперник серьезный. Чемпион БГК имени Мешкова. Мы посетили одну из тренировок команды, чтобы узнать, как идет подготовка к завершающему отрезку сезона. Отдельно от команды занимаются те, у кого есть небольшие повреждения. По словам главного тренера Сергея Цыганкова, к ближайшей игре все будут в строю. Паузу в чемпионате в Гомеле пытаются использовать по полной. Начиная с 16 апреля времени на отдых у гонболистов не будет. Календарь более чем плотный. Оставшиеся три матча регулярного этапа команда проведет в течение восьми дней. Далее плей-офф чемпионата и Кубка Беларуси. Завершится все это в 20-х числах мая. Так что сейчас необходимо не только хорошо поработать, но и отдохнуть. Немножко переключились, сбавили нагрузку команды на полторы недели. В связи с тем, что игры 16 октября дали немножко отдохнуть 4 дня. Опять же начинаем работать, разобрали те ошибки, которые допустили в играх. В целом расписание чемпионата Беларуси составлено не очень удобно. Первый этап команды проводят налегке, играя в месяц по два, максимум три матча. Отсутствие регулярной игровой практики сказывается на подготовке игроков. Есть этому и объективное объяснение. Участников чемпионата не так много и сделать календарь более плотным, наверное, возможности нет. На втором этапе и в плей-офф матчи может разделять всего несколько дней. И тут тренерам приходится постараться, чтобы правильно распределить нагрузки и избежать спадов в игре. Готовиться, я вам хочу сказать, очень тяжело. Во-первых, практически, когда у нас есть перерывы, в той же России, в той же Прибалтике идут чемпионаты. И найти какого-то спарринга поиграть мы не можем. Если взять в Беларуси, у нас ограниченное количество совсем команд. Поэтому приходится команду по три раза в год выводить на пик формы. Это неправильно. Это дополнительная нагрузка на игроков. Матч против действующего чемпиона Гомель проведет 16 апреля на домашней арене. 20 апреля в Минске предстоит игра против СКА. 23 апреля в Гомеле против Кронана. Далее матчи плей-офф. 29 команд из Беларуси, России, Украины и Молдовы приняли участие в традиционном международном турнире подзюдо «Путь к Олимпу». Соревнования на призы воспитанника из «Дюшор» Гомельского района, заслуженного мастера спорта Беларуси Сергея Шундикова, прошли в Новой Гуте. Самим виновникам торжества на месте событий нам встретиться не удалось. Однако это не помешало прочувствовать атмосферу турнира. Турнир «Путь к Олимпу» проводится уже более 10 лет. За это время он вырос как географически, так и количественно. И занял прочное место в международном соревновательном графике. Многие команды приезжают в Новый Гуту каждый год. Не только потому, что здесь всегда хорошо принимают. Конкуренция на самом высоком уровне. В уровне соревнований, я считаю, на этом турнире повыше будет. Ребята подросли и технический уровень их вырос. Международный опыт играет большую роль. Или потом в дальнейших их соревнованиях, когда они выходят, допустим, на уровень Европы. Потому что школы абсолютно разные. В этом году на турнир приехали 29 команд, разумеется. Здесь были все регионы Беларуси, а также российские Брянск, Белгород, Новозыпков, Сергеев, Посад. Украину представляли Житомир, Чернигов, Сума и Нежин. Молдовы, дзюдоисты из Кишинева и Калараша. Турниры мы для этого и проводим, чтобы на этом растут как минимум наши воспитанники. Знакомимся с многими друзьями из многих стран. Опять же, наш этот безвалютный обмен. Мы принимаем гостей, нас принимают, мы общаемся. Дети наши, естественно, на мероприятиях, на этих соревнованиях спортивных мероприятиях растут. Для многих юных спортсменов Сергей Шунтиков кумир. И возможность встретиться с ним лично тоже хороший мотиватор. А на пути к Олимпу такая встреча может состояться. По итогам турнира представители Гомельской области не один раз поднимались на пьедестал почета. Правда, победа только одна. Золото в весовой категории свыше 87 килограммов завоевал воспитанник с дюшор Гомельского района Андрей Кашперко из Урицкого. Кроме того, на счету гомельских спортсменов четыре серебряные награды и десять бронзовых. Путь к Олимпу – турнир быстротечный, всего один день. Однако на этом все не закончилось. Спортсмены приняли участие в тренировочном лагере, организованном тут же в Новой Гуте. Они еще не раз вышли на татами, чтобы получить опыт и повысить свое мастерство. В Гомеле состоялись легкоатлетические соревнования на призы Николая и Любови Кировых. Турнир проводился во второй раз. За награды боролись юные спортсмены со всех уголков области. Николай Иванович – мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпиады 80 в Москве в забеге на 800 метров. Любовь Михайловна – неоднократный чемпион СССР и также мастер спорта международного класса. Легкая атлетика связала их и стала делом жизни. Познакомились они во время выступления за сборную СССР. Поженились с тех пор всегда вместе. Сейчас они воспитывают будущих чемпионов в детско-юношеской спортивной школе «Клён». Оба бегуны, а потому очевидно, что на соревнованиях была только эта дисциплина. Юные легкоатлеты выявляли сильнейших на четырёх дистанциях. Юноши выходили на старт забегов на полторы тысячи и шестьсот метров. Девушки – 800 и 300 метров. Была в программе эстафета. В этом году очень много приняли наше приглашение. Приехали. Мы очень довольны. Тем более это средняя бега. Наши виды спорта. И тем более надо больше развивать в данный момент. Потому что многие не хотят заниматься. Тяжелые виды. Тяжелые виды. На дистанции полторы тысячи метров первым финишировал Давид Пищало из Мозыря. Дистанцию шестьсот метров быстрее преодолел гомельчанин Артём Бондарь. Среди девушек на восемьсотметровке не было равных гомельчанке Виктории Калиде. Триста метров быстрее всех пробежала ещё одна представительница областного центра Лия Опасова. В эстафете как среди девушек, так и среди юношей первенствовали спортсмены из Мозыря. В четвёртый раз в Гомеле собрались любители альтимат фризби. Это командная игра с летающим диском. Во дворце игровых видов спорта состоялся зальный турнир «Капиалюш-2016». Участие приняли более 70 человек из Белоруссии, России и Украины. Наша съёмочная группа освещала предыдущие турниры. И, естественно, не могла пропустить и нынешние. Задача в альтимате проста. Нужно при помощи пасов доставить диск в зону соперника. За это команда получает один балл. Это бесконтактный и демократичный вид спорта. Демократия в том, что судей нет. Игроки сами определяют, является то или иное действие нарушением. Главное – уважение к сопернику. Здесь правит дух игры. А потому намеренные фолы здесь большая редкость. Этим альтиматы привлекает. Помимо того, что ты стараешься спортом заниматься, ты ещё учитываешь какие-то вещи, как уважение, знание использования правил, позитивное отношение, самоконтроль. И можно посмотреть, что люди приходят сюда и вот эти вот ценности у них присутствуют. То есть из-за людей, которых соединяет этот дух игры. Гомельский «Капелюш» проводится в микс-формате «Хэт». Игроки заявляются индивидуально. Составы команды формируются по итогам жеребьёвки. Поэтому никогда не знаешь, с кем придётся играть рукооборку. И в этом тоже прелесть альтимата. В зависимости от силы игроков формируем примерно равные по силе команды. И они приезжают, знакомятся тут в процессе игры, находят какие-то общие тактики, находятся там сильные и слабые стороны друг у друга и используют их. Четвёртый «Капелюш» состоялся. Победители определены. В нынешнем турнире участников набралось на 10 команд. В минувшем году их было всего 8. Из года в год география расширяется. Растёт и количество участников. Некоторые, приехав на «Капелюш», однажды больше стараются турнир не пропускать. На этом пока всё. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова